Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Власти края выделят 20 миллионов рублей, чтобы вернуть жителям села Санниково горячую воду. Почему барнаульцы отказываются покидать жилье, которое вот-вот может рухнуть на них? Вот здесь обвалилась, вот другой плиткой там зашили и заколотили. И начало обваливаться теперь вот здесь. Полтысячи спортсменов со всей страны в Барнауле выбирают лучшую школу по спортивной аэробике. Барнаульцы сегодня испугало задержание прямо в центре города. В обед на площади Октября на одной из дорожных полос сотрудники в боевом снаряжении оцепили автомобиль. Вот такие кадры успели появиться в соцсетях. Очевидцы пишут, что действуют сотрудники ОМОНа и что они задержали нескольких человек. Неладно ощутили не только прохожие площади Октября. Из-за спецоперации растянулась пробка на километр в обе стороны. Тем не менее, произошедшее прямо в центре Барнаула правоохранители пока никак не комментируют. Реконструкцию системы теплослабжения в селе Санниково оценивают в 20-25 миллионов рублей. Такую сумму сегодня озвучил министр строительства и ЖКХ края Ивангелев. Напомним, вчера во время рабочего визита Дмитрия Медведева в Алтайское село местная жительница на коленях просила вернуть горячую воду в три многоквартирных дома поселка, которой нет уже три года. Реконструкция системы теплоснабжения села Санниково с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов в микрорайоне Центральный, дом 40-1, 40-2 и дом 60. Требуется модернизация газовой и котельной, перекладки системы горячего водоснабжения в рамках действующего законодательства, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, конкурсные процедуры. Мы планируем, что до конца 2020 года комплекс мероприятий мы сможем завершить. Уже известно, что Крыевой Минстрой взял вопрос на особый контроль. На сегодняшний день коммунальные услуги, тепло и холодная вода предоставляются в штатном режиме. У большинства жителей многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели, отчитались чиновники. Более 200 домов Барнаула считаются аварийными и подлежат расселению, но денег на всех у города сейчас нет. До покупки новых квартир часть людей из самого опасного для жизни жилья расселяют в маневренный фонд. Но переезжать из аварийных домов во временное решаются далеко не все. Почему и как так, что люди в нем в итоге оказываются, расскажет Полина Жданова. Вот здесь обвалилась, вот другой плиткой, там зашили и заколотили. И начала обваливаться теперь вот здесь. За стеной комнаты Ирины Чеплыгиной обрушенная крыша. Женщина говорит, сквозь дыры рассыпающегося дома видно небо. Скоро боится, она рухнет и сам потолок. А соседка Лариса Макрушина беспокоится угрозой снизу. ЖЭУ не чинит трубы, так что вода из заброшенного помещения потапливает фундамент. В этом доме я живу 29 лет. Мы начали приватизацию в 2013 году. В начале года нам отказали в приватизации. Когда уже документы были все сделаны на приватизацию, нам отказала администрация, сказала, что ваш дом под снос аварийный. То есть признали его аварийным. И вы теперь не подлежите. А раньше не было возможности? Ну, мы просто думали, что поди еще успеем. Но не успели, в отличие от остальных. Здесь жили 11 семей, теперь три. Те, кто не приватизировал жилье. И переезжать они не торопятся. Две семьи говорят, что им предлагают поселиться только в комнатах бывшего здания больницы. С виду тоже ветхого. Что подтверждают и те, кто уже там живет временно. Ну, в самом доме бывают порывы, тонализация часто загибается. Нет, в комнате там трещины есть или нет? У меня есть, в моей комнате есть. А Ларисе Мокрушиной все же купили жилье и даже с нормальным ремонтом. Правда, на окраине города, в поселке Центральный. Женщина отказалась от квартиры, потому что далеко ехать до центра. Другие квартиры все равно были оценены. Вы понимаете, жители хотя бы что-то могли купить. А здесь им ничего не предлагают по договору социального найма. Чтобы они проживали в нормальных многоустроенных квартирах. Не в каких-то убогих маленьких комнатках. И не в каком-то маневренном фонде, который разрушается. Я практически не видел ни одного нормального помещения. В комитете по ЖКХ ответили, что переселение в маневренный фонд вынуждено. Торги состоялись только на одно помещение, а две другие квартиры еще ищут. В администрации обещают, что маневренное жилье – временная мера. И рано или поздно, зависит от торгов, жителям купят новые квартиры. Главная задача города – до конца года выселить людей из опасных условий. И барнаульцы при этом могут выбрать, где жить. Имеют право на предоставление помещения маневренного фонда до момента переселения. И второе – это решение Барнаульской городской думы номер 161, в соответствии с которым сегодня жители имеют право арендовать в черте муниципального образования, где им угодно, не в аварийном доме, жилое помещение, с последующим возмещением арендной платы за счет средств бюджета города. Что касается состояния маневренных домов, в администрации пояснили, что оно отвечает техническим требованиям и подходит для временного размещения. А поскольку сроки поджимают, а люди не хотят покидать разрушающиеся здания, комитету по ЖКХ придется сделать это насильно в судебном порядке. Вопрос законности действий комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по выселению жильцов указанных квартир в настоящее время рассматривается в судебном порядке. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства подано три иска о выселении жильцов квартиры номер 11 и квартиры номер 6 в аварийне в маневренный жилой фонд и жильцов квартиры номер 8 в приобретенное жилое помещение. В суде знали заранее, были не против того, чтобы мы присутствовали на заседании по этому делу. Однако, когда мы сюда уже приехали, нам резко отказали, мотивируя тем, что комитет по ЖКХ города категорически против нашего присутствия. А после суд отменили, потому что не все на него явились. А пока проходят тяжбы, прокуратура проверяет законность неудачно проведенных администрацией торгов. И на чьей стороне окажется правосудие, вопрос все еще открытый. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Дорожники обещали очистить Барнаул от снега уже к этому вечеру. Думаем, зрители сделают выводы сами. За сутки с дорог города вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега. А за несколько дней около 10 тысяч. Сегодня ночью на дорогах краевой столицы работало 110 единиц техники. За сутки дорожники раскидали 645 тонн соляно-песчаной смеси. Кстати, дорожники сейчас работают с 4 утра и до 5 вечера. Уборку осуществляем в ночное время. Из-за меньшей интенсивности дорожного движения припаркованных автомобилей в дневное время более сложно убирать улицы дорожной сети общественного транспорта. По прогнозу синоптиков, завтра в Барнауле осадки не ожидаются. А вот в следующей неделе опять накроют город снегом и, по всей видимости, пробками. На этой неделе вечером барнаульцы стояли в 10-ти бальных пробках. Это сравнимо с московскими заторами в час пик. К другим темам. Вы варите дома самогон или превратили комнату в цех? Какие еще доводы звучат в суде, когда барнаульцы начисляют завышенные платежи и как на это отвечать? Эту головную боль барнаульцы могут переложить на юриста, причем бесплатного. В Крыевой столице действует общественная приемная ЖКХ-контроль. Глядя на Ирину, тяжело поверить, что она владелец майнинг-фермы. Вот только долг за электроэнергию ей пришел как профессиональному охотнику за биткоинами. 12 тысяч рублей. Выяснила случайно, когда переоформляла на себя вторую часть дома. Площадь она получила в наследство от мамы. Выходит, именно ее мама-пенсионерка, как говорят, нажгла. Мама жила одна. То есть это маломобильная женщина, возрастная, ходила с ходунками. Электроприборов с большим потреблением, с большой мощностью у нее не было. То есть, ну что, телевизор банально, телевизор, холодильник и несколько лампочек Ильича. При этом мама Ирины даже переплачивала. Это по информации системы Город. Так что нежданный долг показался вдвойне несправедливым. Ирина обратилась за помощью в общественную приемную ЖКХ-контроль. Суд первой инстанции никаких доводов не принял. Играл за Барновольскую гор-электросеть. Но в овертайме апелляции финальную шайбу забросил юрист общественной приемной. Выписка из лицевого счета обнаружила нестыковки. Гражданки. 100 тысяч киловатт за один месяц начислено. То есть это более 300 тысяч рублей. Разово на месяц в лицевом счете было отражено. А как вы понимаете, это полдома, обычного одноэтажного дома, с несколькими розетками, с обычной потребительской мощностью. А это по сути производственные масштабы. Ирина сохранила все квитанции за долгие годы. Это помогло юристам. И наоборот, Ирину выручила общественная приемная ЖКХ-контроль. Государственная организация, в которой помогают бесплатно и принимают с любыми коммунальными проблемами. Есть горячая линия. И если вот такому дому начисляют коммунальный платеж, как нескольким заводским цехам, звоните и просите помощи. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Со вкусом адреналина в конце ноября на Березовой Катуне уже в шестой раз состоится праздник алтайской зимовки. Он приурочен к открытию зимнего сезона и прилету лебедей на незамерзающие озера. Уже известно, что основные мероприятия пройдут на Березовой Катуне 30 ноября и первого акт декабря. В программе «Забег Детов Морозов» лыжные гонки, концертная программа и впервые за 6 лет существования праздника гастрономический фестиваль. Его участники – лучшие алтайские шеф-повары из разных районов края. Про наше блюдо вы слышали. То есть наш ягодный пирог на сегодняшний день стал уже визитной карточкой горной аптеки. И в принципе, учитывая, что Алтай – хлебородный край, то я думаю, что можно считать и алтайского края. И у нас планировалось предварительное мероприятие для ресторана «Русский». И вот наш ягодный пирог там был в десерте, как в блюдох-меню на неделю региональной кухни от Алтая представлен. Наверное, можно считать его и блюдом Алтая. Кстати, заведение, которое принимает участие в фестивале, отметят на гастрономической карте России в интернете. Помимо Березовой Катуни, алтайская зимовка развернется и в районах. Так в Топчихинском готовят гонки мотолыжных экипажей. Организаторы отмечают, что в прошлом году праздник посетили 16 тысяч человек. В этот раз ожидают не меньше. Доставляют людей на праздник, будут турфирмы. Билет будет стоить 1200 рублей. Звезды звездочек спортивной аэробики выбирают в Барнауле. В спорткомплексе «Победа» сегодня начались соревнования среди детей со звездия Алтая. А завтра пройдут соревнования на звание лучшей школы России по аэробике. С будущими чемпионами познакомился Андрей Дрейр. У них руки развязаны, потому что спортивная аэробика – это элементы спортивной, художественной гимнастики и акробатики вместе взятые. А какая спортшкола исполняет эти элементы лучше всех в стране, узнают именно в Барнауле. На соревнования «Лучшая школа России» приехали спортсмены из шести регионов. А параллельно идут краевые состязания со звездия Алтая. Лучших выбирают среди самых маленьких. Например, Варваре пять лет. Тебе нравится вообще этот вид спорта? Да. И ты планируешь дальше продолжать заниматься? Да. А ты видишь каких-то спортсменов? Может, у тебя есть кто-то, любимец, кумир? На кого хочешь быть похожий? На Вику. Варвару привели в три с половиной года родители. По примеру, старшей сестры ее с утра занимается также спортивной аэробикой. И за компанию, скажем так, привели. Девочка перспективная, просто как бы маленькая еще. У Варвары большие перспективы и высокие шансы на спортивную карьеру. Ведь алтайские тренеры не сидят сложа руки. Только Наталья Гринина, председатель Алтайской Федерации спортивной аэробики, подготовила не одного спортсмена мирового масштаба. И такая слава у всего региона. Без ложной скромности могу сказать, что наши спортсмены являются ведущими в России. Наши представители являются спортсменами в сборной команде России. Каждый год у нас есть представительство. И во взрослой сборной команде. В юниорской, в юношеской. И наши воспитанники являются призерами, победителями мировых и европейских чемпионатов. Так что есть кому бороться за честь алтайской спортивной аэробики. Возможно, и Варвару в будущем увидим в турнирной таблице уже международных стартов. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.